Ах, белый теплоход, бегущая волна! В Рязань по Оке прибыли первые туристы. Бизнес по-семейному. На региональном форуме про инвестиции рассказали все. Ну или почти все. Наследие великого мистификатора. В Рязанском музее выставили оригиналы иллюстрации Сальвадора Дали. Начнем с приятной новости. К пристани в лесопарке причалил теплоход из Нижнего Новгорода. Это первая ласточка туристического сезона. Будет ли он в этом году и какие еще корабли зайдут в нашу Рязанскую гавань, расскажем далее. Этот белый красавец называется Бородино. На Рязанскую пристань он прибыл первым, что называется, открыл сезон. Несмотря на довольно скромную пристань, в лесопарк корабли прибывать могут. Благодаря депаркадеру. Вот это мероприятие, оно позволит увеличить количество посещений, время пребывания в городе, что раньше это было сделать невозможно. Удобство также для капитанов наших кораблей, которые уже привычно этот пристань, который будет пребывать вовремя. Его установили буквально сегодня силами канала имени Москвы. И за пристанью, и за депаркадером следят они. Родина первооткрывателя судоходного сезона, теплохода Бородино, Нижний Новгород. Схема проста. Отсюда из лесопарка туристы пересядут в автобусы и на экскурсию. Около самого депаркадера, кстати, работа по благоустройству уже кипит. В этом году будет продолжаться благоустройство лесопарка. Ну, как раз от моста, который расположен здесь, и вот до круга. То есть, все будет благоустроено, установлено дополнительное освещение, там, лавочки. Ну, наверное, слышали, да, сами, что это будет сделано. В том числе, вот на пристань, видите, вот установлено освещение, лавочки определенные, которые позволят, ну, хороший, конечно, погодник, как сегодня, нашим жителям посещать и просто любоваться вот этими летами. Популярностью у туристов, говорят, пользуется так называемая кругосветка. Москва, Коломна, Константинова, Рязань, Касимов, Нижний Новгород и по Волге назад. Маршрут у туристов скромнее, прогулка по Рязанской области. Но приплывать, говорят, новые корабли будут регулярно. График уже есть. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Тем временем наша область ждет наплыва инвестиций. На три дня Рязань стала центром обсуждения экономики нового времени, импортозамещения и новых инструментов развития бизнеса. Статусность форума на площадке Академии единоборств поддержали временно исполняющий обязанности губернатор Рязанской области Павел Молков и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. На повестке дня меры поддержки бизнеса в сложившихся экономических условиях, работы с инвесторами, а также перспективы развития кооперационных связей и импортозамещения. Варианты разные, но последнее слово все же за руководителем региона. Надо, конечно, установить правила игры, прозрачные, понятные каждому инвестору. Но все равно каждый проект, он так или иначе индивидуален. И возникают самые разные вопросы, самые разные проблемы. Поэтому я еще раз подтверждаю, что все инвестиционные проекты будут у меня на личном контроле. И, как я говорил, с коллегами договорились, они мне сейчас готовят весь реестр. Он будет у меня и на стене перед глазами всегда, и на столе. И дальше мы просто организуем уже ряд встреч со всеми заинтересованными странами, где будем отслеживать ситуацию. Торгово-промышленная палата мониторит внедрение инвестиционного стандарта 2.0 во всей России. Рязанская область тоже активно его внедряет. Причем президент Торгово-промышленной палаты считает, что наш регион в этом самом внедрении самый успешный. Однако ключевой темой заседания стал семейный бизнес. В перспективе подготовка мер поддержки для бизнес-династий. Первое, что нам надо с вами сделать, это вообще-то определить, что такое семейный бизнес. У нас нет с вами юридического понятия. У нас сейчас подготовлены, будут приняты в двух регионах законы, региональные законы о семейном бизнесе. И очень надеемся, что третьим будет регион Рязанской области. Создание в регионе центра семейного бизнеса – шаг важный и необходимый. Под патронажем Торгово-промышленной палаты России в Рязани готовы создавать целые династии предпринимателей. В нашем случае семейный бизнес – это семейные пасеки в Щучковском районе Рязанской области, которые существуют со времен нашего прадеда, уже более 80 лет. Это семейное дело, это взаимоотношения внутри семьи. И для потребителя это понимание того, что люди занимаются этим делом уже не одно десятилетие, а значит, они эксперты в своем деле, значит, они делают качественный продукт, можно не бояться пользоваться им или, как в нашем случае, кушать мед. Максим Люлюкин из Скопина говорит, что залог успеха семейного предприятия – качество продукции. А делать плохо для своих, да еще на своей земле – просто оскорбительно. Живя в Скопине и изготавливая выпечку для местных, он отвечает в первую очередь своей репутацией. Предприятие было создано моим папой, соответственно, я продолжаю этот семейный бизнес. Сейчас пытаюсь своих детей вовлечь, у меня двое сыновей, старший поактивнее, младший тоже старается помогать, но для нас это, так скажем, наша жизнь. Форум – логическое продолжение презентации ключевых инвестиционных проектов Рязанской области и достижений промышленного и туристического потенциала региона, которая состоялась в октябре минувшего года в Торгово-промышленной палате России. В программе сессии по вопросам импортозамещения, дискуссии по лучшим практикам развития бизнеса, B2B-встречи и переговоры с участием Торгово-промышленной палаты и делегатов других регионов, инфраструктуры поддержки и предприятий Рязанской области. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина прошел первый фестиваль «Рязанская книга». Его цели – продвижение лучших образцов издательской продукции нашей области и поддержка творческой интеллигенции. Первый городской открытый фестиваль «Рязанская книга» собрал в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина «Почти весь цвет пишущей интеллигенции». Рязанские литераторы, издатели, библиотекари знакомили жителей с местными изданиями. На фестивале «Рязанской книги» работала целая выставка, ярмарка, библиотек и издательств. В Рязанской области регулярно выпускают художественные сборники, краеведческую литературу, уникальные книги о выдающихся людях региона и детскую литературу. Как говорят сами рязанские читатели, Рязань – это литературный город. Живя в этих современных условиях, мы очень часто говорим о цифровизации, о диджитализации, о современных технологиях. Но самое важное – в этот период не потерять те ценности, которые на протяжении нескольких веков вообще влияли на становление общества, на его духовность. Мне кажется, к такой ценности можно отнести печатную книгу. Уже Татьяна Николаевна правильно сказала о том, что печатную книгу не может иметь ничего. И, конечно, вот такие мероприятия, такие мероприятия, как фестиваль «Рязанская книга», они позволяют популяризировать печатную книгу, чтение. Оно позволяет популяризировать и продвигать наших рязанских авторов, наших издателей. И это прекрасная площадка для коммуникации как раз-таки наших авторов, издателей и тех читателей, которые выбирают эти книги. На открытии фестиваля с творческими номерами выступали рязанские писатели и поэты. Также глава муниципального образования Татьяна Панфилова отметила, что никакое электронное издание не сможет заменить тепло бумажной книге. Сегодня вот так замечательно, значит, у нас и присутствуют наши как раз люди, которые тесно связаны с рязанской литературой, с рязанским поэтическим и художественным словом. Это очень важно для нас, важно, чтобы эта нить, связующая времена и наших деятелей культуры, продолжалась, просветала. И замечательно, что у нас есть теперь такой в Рязани центр. Давайте пропагандировать, давайте писать, давайте восхищаться. Соки холодный ветер несется, едва ладони я отогрел. Но вновь над Константиновым солнцем на третье число в октябре. Фестиваль продолжился открытым микрофоном. Дефиле в народных костюмах, концертом, литературная провинция и поэтическими встречами. Как говорят организаторы фестиваля, что в будущем фестиваль «Рязанская книга» станет ежегодным и будет собирать авторов, издателей и поклонников рязанских писателей. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» – выставка «Свежие рыбы и икры». Самые вкусные, а главное, свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. 18 мая мы отмечаем Всемирный день музеев. Мероприятия, посвященные этому дню, проходят повсеместно. Одним из приуроченных к празднику событий стала выставка графики великого сюрреалиста Сальвадора Дали в художественном музее. С его книжными иллюстрациями вы наверняка еще не знакомы. Мы предлагаем вашему вниманию. 60 произведений печатной графики, литографии из серии «Приключения Алисы в стране чудес», «Кармен», «Долинянские лошади», «Трилогия любви», а также ксилографии к повести «Треуголка». На каждом экспонате название, год выпуска, тираж и место издания. С таким Дали вы еще наверняка не знакомы. Этот великий человек был мистификатором, скандалистом, был гениальным художником, живописцем, режиссером, писателем. Проявил себя во многих творческих сферах. На выставке в Рязани, выставка называется «Сальвадор Дали. Тайнопись» представлено более 60 произведений печатной графики. Это книжные иллюстрации. Дали много занимался иллюстрированием произведений искусства, литературы. Известны его библейские циклы, стихотворные произведения. В Рязани можно рассмотреть пять циклов. Один из них – иллюстрация «Колиси в стране чудес». Встретились два великих сюрреалиста. Льюис Кэролл, английский писатель, и Сальвадор Дали, испанский художник. Близка по духу испанцу жгучая Кармен. Потому и иллюстрации настолько харизматичны. В узнаваемом стиле художника – долинянские лошади. Здесь сюрреалист интерпретировал образы лошадей из мирового искусства, религии, мифов, истории и литературы. Задержаться у каждого изображения придется надолго, чтобы рассмотреть скрытые в линиях смыслы. Еще один цикл – иллюстрации к сатирической повести испанского писателя середины 19 века «Треуголка». По ней в 20 веке написан балет, которому декорации делал Пабло Пикассо. У нас она практически неизвестна, потому что эту повесть, я думаю, что после этой выставки, может быть, зрителям захочется почитать. Выставка сопровождается подробным текстовым сопровождением, исторические факты, интересные детали, истории создания произведений. К ним добавят тематические фильмы, которые можно будет посмотреть прямо в залах музея. Просмотр будет сопровождать специально подобранная музыка. А в Рязанском музее гармонично дополнили выставку скульптурами Ларисы Лысениной. Это символизирует живучесть идеи сверхреализма, более известного как сюрреализм. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Выставка продажи икра и рыба Камчатская вновь работает в Рязани. Рядом с центральным входом торгового центра «Премьер» любители морских деликатесов могут приобрести вкусную рыбную продукцию. Икра и рыба – настоящее сокровище Камчатки. Морепродукты вызывают неподдельный интерес у покупателей и пользуются большим спросом. Копченая рыба может украсить любой торжественный стол. Но и в будни такая закуска будет тоже актуальна. У рыбы горячего копчения нежная и мягкая текстура. Если рыба легкая, нежирная, то можно приготовить к ней более сытный гарнир. Если рыба горячего копчения жирных сортов, то лучше предложить более простые гарниры. Например, к чавычи идеально подойдут тушеные или отварные овощи. К чавычи куплю. Очень вкусно. Я ее покупала. Я уже второй раз. Мне понравился очень. Вкусный. А еще придете? Обязательно. Очень хорошая и вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Ну как приезжают, так и берем. Сначала одну попробуем, потом другую. Нам нравится. Нам нравится. Очень хорошо. Икра на выставке продажи не только вкусная, но и полезная. Ведь в ней фолиевая кислота, йод, калий, железо и еще с десяток важных для жизни микроэлементов. Все они положительно влияют на работу головного мозга и нервной системы. Чтобы сохранить максимум всех ценных качеств, на Камчатке засаливают икру прямо на судне. Сразу после добычи. Я купила почти полкило икры. Я у них всегда покупаю. Как только объявят, что с понедельника, я всегда покупаю у них икру. В основном беру икру. Вот. Качественно. Хорошая икра. Потом пробовали. Сначала брали. Вот так бела рыбец у меня. Чавыча брала. Рыба, конечно, хорошая. На прилавках у продавцов представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыба Камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 21 мая включительно. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 16 по 21 мая. ТЦ «Премьер».